Всем привет! Снова мы, команда RPG.com, со мной сегодня Валера и наш контент-стратегист. И будем сегодня обсуждать главную фотографию, в которой недостаточно о ней разговариваем, поэтому мы решили ее глубоко прыгнуть и проанализировать все, что надо знать, и про самые лучшие практики, про A-B тестированные будем разговаривать. И вообще, я надеюсь, что в конце этого лайва вы поймете, что надо более серьезно относиться к главной фотографии. И также у нас классное предложение в конце, так что стойте с нами. Валера, привет! Всем привет! Мы можем начинать. Ну, полетели. Да, как озвучил Гай, тему сегодняшнего эфира. Это заглавная картинка на Амазоне. Разберем лучшие практики, подходы к тому, как это все делать. Итак, почему заглавная картинка, она настолько важна? Заглавная картинка – это то, что, наверное, первое из того, что видит наш потенциальный покупатель с поисковой выдачи, когда он ищет товар на площадке. Второй момент. Заглавная картинка – один из ключевых факторов для того, чтобы на наш листинг кликнули. Да, у нас есть цена, у нас есть отзывы, но согласитесь, что менять цену каждый день или, в принципе, как-либо менять цену, мы говорим, скорее всего, об удешевлении товара, не все могут. И в любом случае придет рано или поздно тот момент, когда с ценой вы сильно не поиграете. И это та цена, с которой вы будете продавать все время. Разве что повыше. Что касается отзывов, это тоже не так просто их увеличивать. Да, это со временем все лучше и лучше, но это не в течение одного-двух дней. А что касается заглавной картинки, которая в совокупности здесь является одним из ключевых факторов, ее можно менять, ну, хотите, каждый день. Ну, конечно, вам сложно будет тестировать, это все не рекомендуется так делать, но не отменяя этого факта, что такая возможность есть. Вы можете менять ее часто, в общем, и этим самым менять свои продажи значительно. Ну, отсюда вывод, что это самый, наверное, легкий инструмент, которым можно манипулировать на Amazon для того, чтобы получать трафик. Итак, какие же есть основные методы манипуляции заглавной картинкой для того, чтобы привлечь дополнительный трафик и улучшить свою конверсию? То есть я здесь отметил не все, но это, скорее всего, основные, те, которые мы сегодня рассмотрим. Это, прежде всего, улучшение заглавной картинки через увеличение графических элементов на ней, через игру с цветом, через показ упаковки товара, также оптимизация под мобильное устройство и выбор нужного фрейма для фотографии. Ну, если непонятно, то позже будет понятно, о чем я говорю в последнем пункте. Первое, это, наверное, самое очевидное, можно увеличить графические элементы, и тем самым картинка будет восприниматься легче, она будет выделяться. То есть вот мы видим пример с трубочками. Есть какие-то трубочки, мы видим поисковую выдачу, мы видим, как наши конкуренты показывают эти трубочки, они берут много, и в этом ряду видно, что вот этот конкурент, этот, этот, они, в принципе, похожи. Да, цели-то там отличаются, расстановка, но когда мы смотрим, в общем, на картинку, то, что схватил наш взгляд, это вот совокупность каких-то трубочек, и нам нужно как-то выделиться. То есть что сделал вот этот конкурент? Вот, допустим, они решили увеличить свои трубочки, показать их более крупно. Эта картинка, согласитесь, она выделяется в этом ряду. Плюс ко всему у них есть здесь какая-то необычная форма, и вот этим они тоже это подчеркивают. То есть какой мы можем сделать вывод? Прежде всего, за счет вот такой игры мы можем выделить нашу заглавную картинку в поисковой выдаче и даже подчеркнуть какие-то особенности нашего товара. Соответственно, если бы у нас были конкуренты, которые показывали бы только вот так вот, ну тогда нам бы имел смысл показать, может быть, вот так вот, если бы у нас были какие-то обычные трубочки. То есть нужно играть на контрасте. По сути, игра на контрасте – это есть основа того, как оптимизируются главные картинки. Плюс показ своих конкурентных преимуществ, говоря с своей целевой аудиторией, конечно же. Второе – это контраст за счет цвета. То есть, допустим, есть пример. Мы видим ряд картинок. Здесь три черных банки. Одна красная, но тоже с черными элементами. И вот есть конкурент, которая вот такая более белая, светлая. Ну да, здесь синяя, но тем не менее она выделяется. Здесь важно, что когда мы говорим о таких решениях, нужно всегда быть в связи с своей целевой аудиторией. То есть, если ваша целевая аудитория воспринимает, например, розовый цвет, и вы точно понимаете, что этот цвет хорош, вы можете его использовать. Но разумеется, что брать какой-то цвет в случайном порядке, не понимая, кому вы это продаете, чисто для того, чтобы выделиться, это тоже не лучший способ. Потому что если вы какой-то товар продаете, используете розовый цвет, а окажется, что ваша целевая аудитория этот цвет не воспринимает, то несмотря на то, что вы выделяетесь, вы все равно будете терять трафик из-за того, что вас не кликает по этим причинам. Поэтому всегда нужно учитывать интересы своей целевой аудитории и не забывать об этом. В никаком случае. Третье – это показ упаковки. Например, мы видим ножницы, а мы что видим у конкурентов? Просто ножницы на белом фоне. Кто-то решил выделиться таким способом, допустим, поместив это на розовый. Но для политика Амазона это не очень хорошо, потому что не разрешается. И, возможно, они и продолжат их продавать, а, возможно, завтра Амазон попросит это убрать. Но то, что можно 100% – это показать упаковку. Вот, допустим, у этого конкурента, у этого продавца есть упаковка, на ней можно четко прочитать, что это сделано в Японии. Возможно, это одно из конкурентных преимуществ, с помощью которых этот товар продается. Я точности не знаю, но мы можем это предположить. По крайней мере, будучи каким-то потенциальным покупателем, мы бы прочли именно это. Соответственно, какой вывод мы можем с этого сделать? То есть упаковка – это какое-то цветное пятно на нашей картинке. То есть если мы видим, что много белого пространства, с помощью упаковки мы можем его закрыть, этим самым усилить восприятие нашей картинки. Второй момент – на упаковке мы пишем тексты. Упаковка – это, скажем так, легальное место, на котором можно писать тексты. Если вы напишете тексты просто на белом фоне, на заглавной картинке, Амазон это не пропустит, как говорится, не разрешит вам это и забанит вашу картинку, потому что политики Амазона гласят так, что заглавная картинка должна быть на белом фоне, на ней должен быть изображен только товар, максимум его упаковка, без посторонних графических элементов и текста. И это моя любимая тема, между прочим, ставить текст на коробку. Я называю это «psychological inception». То есть это психологическим просто делать «incept» в голову человека, когда мы ставим какой-то главный кейворд в высоком search volume, прямо на коробке. То есть он там смотрит какие-то, например, «small scissors», и вот он видит вдруг продукт, на нем на коробке написано «small scissors». Первая интонация – это… Ой, блин, я нашел то, что я искал, это называется… Ну, маркетинг такой есть. Это не только на Амазоне, но это такая практика, которую вы тоже можете запросто делать. Да, именно это имеется в виду. Вы можете писать ключевые слова, ваши преимущества на вашей упаковке, и Амазон это пропускает, потому что это ваша упаковка, это часть того, что вы доставляете вашему клиенту, и это все можно. И этим нужно пользоваться, разумеется. Второй момент, предположим, вот вы сделали какую-то упаковку, и вы хотите ее показать на заглавной картинке, и уже весь товар ум на Амазоне. Вот в таком виде, вот эта упаковка. Но вам вдруг пришла в голову идея, что, возможно, какой-то текст недостаточно читаем. Допустим, мы видим вот эту упаковку сейчас на картинке, здесь вот Made in Japan написано крупно, а вот остальной текст как-то не читается. В принципе, ничего плохого нету, если вы немного этот текст увеличите в графическом редакторе. Несмотря на то, что в реальности этот текст меньше. Для Амазона это не так важно, потому что упаковка, ну, она 90 плюс процентов та же самая, но за счет увеличения вот этих текстов вы можете повысить читаемость. То есть я имею в виду что? Допускается какая-то правка упаковки, несмотря на то, что в реальности она другая, если вот эти правки, они не сильно меняют ее вид, если это не искажает как-то. И плюс ко всему, упаковка это то, в чем просто приезжает товар, люди это достали, используют. Упаковка зачастую, ну, не нужна людям. Они просто ее получили, посмотрели, дальше она либо лежит, либо ее выбрасывают. Поэтому ваши покупатели, они не будут вам оставлять негативные отзывы, если вы, допустим, доставите упаковку с текстом меньшим, чем это было, допустим, на заглавной картинке. Но опять же, если это в рамках разумного. Поэтому этим тоже можете пользоваться. Что же делать, если упаковки нету, но вам хочется показать какие-то текстовые сообщения, например. Вы можете использовать какой-то лейбл, даже если его нету в реальности, но вам нужна какая-то информация. То есть вы можете сымитировать какую-то этикетку, бирку, все что угодно. Разумеется, не упаковку, коробку, в привычном понимании, а какую-то маленькую этикетку, вот как сделано здесь. Здесь написано, сколько пэк, сколько тарелок в этом наборе, какие-то характеристики, размер, например. Плюс ко всему, если вы видите, что у вас в поисковой выдаче вот такие пластиковые тарелки, они прозрачные, то есть вы понимаете, как это будет выглядеть. У вас в поисковой выдаче состоит из таких беленьких светлых картинок, а вам хочется чего-то цветного добавить. Вы можете с помощью вот такой этикетки, такой бирки добавить цвета на вашу картинку, и это тоже будет усиливать восприятие этой картинки. Поэтому этим тоже можете пользоваться. Амазон зачастую не воспринимает это как графический элемент. Он думает, что это как часть каких-то упаковочных материалов, типа того. И это не то, чтобы прям разрешается, но это то, что, скорее всего, вас не забанят, и это будет работать долго, очень долго. Оптимизация под мобильные устройства. Что здесь имеется в виду? На десктопе и на мобильном устройстве поисковая выдача немножко по-другому видится. То есть, например, если на десктопе мы видим примерно вот такую поисковую выдачу, квадратные картинки в ряд, много картинок там дальше снизу идут, то на мобильном устройстве это все в столбик, вы это листаете, скроллите. И картинки, они немножко другое пространство занимают. То есть, мы видим, что вот эта карточка, она вот выстраивается вот такой прям, ну, прямоугольник или квадрат. И картинки, вот если, допустим, вот эта картинка на десктопе, она будет вот в квадрате, она будет выглядеть больше, то на мобайле из-за того, что здесь добавили кружку, здесь добавили какие-то растения, упаковка меньше. Я не то чтобы хочу сказать, что нужно обязательно показывать эту упаковку без кружки, но вы должны учитывать, что будет так. И если вас, допустим, устраивает такой вариант, и вы считаете, что вот эта картинка работает лучше, вы можете ее тестировать. Но вы должны понимать, что на мобайле устройстве вот эти элементы, которые нормально смотрятся на десктопе, на мобайле они будут уменьшать картинку. И вы должны это тоже держать в голове. Если для вас мобайл – это приоритет, то, возможно, вот такие графические элементы сбоку вам не подойдут, особенно если вы хотите, чтобы текст на вашей коробке читался, на вашей упаковке читался. То есть мы видим, что вот эта упаковка и вот это, фактически, они могли бы быть одинаковыми, если бы не было вот этой кружки. Но из-за того, что она есть, вот это меньше, чем вот это. Это тоже важно. И что касается фрейма, это последний, наверное, пункт из основных. На Амазоне зачастую фрейм – это, по сути, соотношение высоты и длины картинки. Зачастую это квадрат, то есть один к одному. Но есть случаи, когда Амазон, например, использует прямоугольные фреймы. То есть это для одежды, прежде всего, актуально. То есть там картинки, они очень высокие, ну, по высоте, но, то есть там где-то, ну, не знаю, два к трём, где-то вот так вот соотношение. И, а вам нужно сделать ваш товар на картинке максимально большим. Вы пытаетесь заполнить этот фрейм, вот это допустимое белое пространство, допустим, здесь вот это квадрат. Вы пытаетесь заполнить его максимально. И вам нужно проверять свою категорию, смотреть, какие картинки используются в поисковой выдаче. Если это квадратные картинки, вы вписываете товар в квадрат. Если это прямоугольные, то вы вписываете прямоугольник, пытаясь заполнить максимально пространство. На примере этого рюкзака, что мы видим? Вот здесь рюкзак показан, ну, просто крупно, а здесь решили показать вид сзади. То есть, в принципе, он ничего не добавляет нового, потому что всем понятно, что как выглядит рюкзак сзади. Здесь тоже ничего особенного нет. Но из-за того, что это было показано, допустим, рюкзак уменьшился в размере. И то есть мы видим, что вот здесь вот пространство, здесь пространство, а здесь вот большой рюкзак. И это именно из-за этого в том числе. Опять же, не хочу сказать, что вот эта картинка плохая, она не работает. Она может, но это может влиять на трафик. Это может сказываться на том, что на ваш товар меньше кликает. Может сказаться, может нет. В зависимости от того, что вы продаете, но вы должны понимать, что это тоже фактор, и с этим тоже можно работать. Касаемо АБ-тестирования. Как делать АБ-тестирование? У нас был эфир по АБ-тестированию. Вы можете посмотреть его в том числе. Есть записи на YouTube. АБ-тестирование. Амазон не позволяет вам делать АБ-тестирование в 100% случаев. Допустим, кто не может делать АБ-тестирование? Прежде всего, те, у кого недостаточно трафика. Для того, чтобы сделать качественный АБ-тест, у вас должно быть какое-то минимальное количество трафика на этом листинге. Амазон, например, говорит, что это должно быть 700 page views, то есть просмотра вашей страницы за последние 30 дней. То есть вы понимаете, что если вы вчера только запустили товар, и, скорее всего, у вас не будет трафика, даже если он будет, у вас не будет истории, и Амазон не сможет еще зафиксировать это и позволить вам делать АБ-тест. Поэтому для тех, кто может делать АБ-тест в Амазоне, у кого есть трафик, вы делаете это там. Опять же, посмотрите наш предыдущий, один из предыдущих эфиров, там мы это рассказывали. Те, кто не может делать, есть платформы типа Пикфу, тоже мы об этом достаточно детально рассказывали в одном из предыдущих наших эфиров. Если у вас недостаточно трафика, вы можете делать тест там. Да, это не совсем полноценный АБ-тест, и там есть свои нюансы, но это лучше, чем не делать ничего и просто в хаотичном порядке перебирать картинки. Это тоже не совсем правильный вариант. А ставить одно за другое, это тоже не совсем правильный АБ-тест, потому что у вас может меняться сезонность, могут повлиять какие-то другие факторы. Например, у вашего конкурента закончился сток, к вам пришли дополнительные продажи. То есть, чтобы объективно оценивать картину, вам нужно тестировать именно одновременно. То есть полноценный АБ-тест, когда две опции предлагаются определенному количеству аудиторию одновременно. И это то, что вы должны делать с помощью инструмента в Амазоне. Что касается аналитики, то в Амазоне тоже это все есть. Разумеется, если есть АБ-тест, то есть и аналитика. В Амазоне зачастую в течение нескольких недель прогоняет этот тест, выдает вам результат. В принципе, для тех, кто очень хорошо разбирается в АП-тестировании, вам это все покажется на примитивном уровне, но для тех, кто, допустим, мало знает об этом, для вас, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы понимать картину в целом. В любом случае у вас не будет очень много трафика. Большинство, то есть это не будет какие-то сотни тысяч прям просмотром листинга за последние 30 дней для того, чтобы собрать все эти данные и проанализировать. Поэтому в любом случае то количество данных, которые дает Амазон, достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы и понимать, насколько это работает. Что касается предложений от нашей компании. Гай, ты хочешь озвучить или я? Да, мы предлагаем два пакета, которые, ну, это не просто пойти сделать картинку, да, мы чуть-чуть более глубоко это делаем. Я сейчас попрошу Валеру более рассказать, как он подходит к этому, как проект-менеджер, который, в принципе, ведет весь этот сервис. Он может в случае всех рассказать, что именно мы делаем там. Да, ну, просто они различаются по 3D-шке. Либо вам надо 3D, либо не надо. Как мы объясняли в прошлом эфире, что 3D, в принципе, имеет очень много преимуществ, можно про это тоже на минуточку объяснить. И, может быть, у вас просто его есть, поэтому вы можете либо очень хорошие фотографии, качественные, на белом фоне, которые мы можем с ними поработать, это как раз для вас. Мы тут делаем сразу две фотографии, как вы уже поняли, мы антизуэсты, A-B-тест, и мы поэтому сразу делаем две версии, чтобы мы смогли дать вам тоже шанс их проверить. И, конечно, мы будем делать весь процесс, как мы его обдумываем. Давай пару слов насчет процесса. Да, насчет процесса. То есть у нас есть два пэккеджа, два пакета услуг, касаемо заглавных фотографий. В оба эти пакеты входит research, brief, две картинки, и только 3D отличаются. Но я сейчас объясню, что означает каждый пункт. Первый – это research. Это значит, что мы проверим вашу нишу, посмотрим, как выглядит, скажем так, поисковая выдача для вашего товара. Мы будем понимать, с чем мы работаем и в какую сторону нам двигаться. То есть если вы, допустим, продаете какой-нибудь BAD, то есть какие-то там витамины. И мы зайдем в поисковую выдачу, мы посмотрим, если, допустим, там все продают в черной банке, мы будем понимать, что может быть, в том числе, предложить там дизайн, поменять упаковки, может быть, еще какими-то путями улучшить это все. Плюс мы должны, прежде всего, изучить ваш товар, потому что, не зная товара, мы не можем построить research. Мы должны знать ваши конкурентные преимущества. И, возможно, какие-то ваши конкурентные преимущества, их возможно передать графически на картинке. То есть мы понимаем, как работать с политиками Амазона, мы понимаем, что Амазон пропускает, что не пропускает, как с этим можно работать. То есть это research, это изначальная идея, сформировать ее и донести вам, что мы собираемся делать. То есть это все обсуждается и потом выносится уже в работу. То есть brief это, по сути, и будет то, что мы составляем. То есть research – это именно работа с категорией, brief – это то, что мы формируем именно саму идею, как мы видим эту картинку. Это еще не дизайн. Потом мы передаем это в дизайн и делаем две картинки. И тут у нас есть отличие между этими двумя пэккеджами. В одной есть, допустим, 3D-рендеринг, а в другой нет. Из-за этого отличается цена. 3D-рендеринг, он нужен не только для тех, у кого нету изображений товара, например, профессиональной съемки. Допустим, даже если они у вас есть. Ну, не для всех товаров реальная фотосъемка, она приоритетна. Например, если вы продаете case cover для айфона, чехол обычный, или защитное стекло, сфотографировать это можно. И это будет, наверное, выглядеть вполне нормально. Но 3D в этом случае лучше, потому что такого рода аксессуары, их нужно прямо до идеала довести, наверное. А 3D очень хорошо справляется с тем, чтобы доводить товар, скажем так, до идеального состояния. И даже сверх того. Этим 3D как бы и плюс, и минус. Потому что иногда для каких-то товаров нужна реалистичность. А для каких-то нет. Плюс 3D еще в чем? Что мы, создав 3D-модель, мы можем получать изображение товара абсолютно под любым углом. Это значит, что мы, собирая заглавную картинку, создавая ее, мы можем выбрать именно тот ракурс, который нам нужен в данный момент. Зачастую, в точности, какой ракурс нам нужен, мы понимаем только в ходе работы. Это логично, потому что то, что есть в голове, то, что есть на бумаге, и когда вы это начинаете реализовывать, вы видите, что где-то лучше чуть-чуть повернуть больше или меньше, или посмотреть на этот товар с более высокого ракурса, с высоты. Если вы будете фотографировать, вот представьте, вы фотографируете, вы отдаете эти фотографии, вам возвращают заглавные картинки, они могут быть хорошие, и будут хорошие, но, допустим, они могли бы быть лучше, если бы ракурс был чуть-чуть меньше. Что вы можете сделать в этом случае? Пойти перефотографировать не все захотят, не все захотят сделать. Многим проще сделать просто 3D-рендер, и с этим 3D-рендером мы можем сделать абсолютно все, что угодно, и поэтому, с одной стороны, это выглядит как бы и дороже, а с другой стороны, это очень сильно экономит время и избавляет от ошибок. То есть вам не придется в 100% ничего перефотографировать, потому что у нас есть 3D-рендер. В этом, по сути, различие. Да, ну, только тут одна коррекция, тут в VAT тут ни перед чем, ребята, потому что, ну, кроме, только иначе, если вы с Израиля, поэтому не смотрите на это, если вы не с Израиля. И также один раз, если вы сделаете 3D, эта 3D-модель у вас как остается и на будущее, в принципе, если захотите что-то еще делать в своем листинге, а плюс Storefront и какие-то другие креативы, другие фотографии, то уже есть с чем работать и не надо делать никакие фотосессии, не надо ничего делать. То есть это точно вот Creative Asset, можно так его назвать. Так что, если вы заинтересованы, ребята, ну, пишите в личку мне либо нам в RPG.com, вот внизу тоже есть, можно напрямую и через e-mail, можно обратиться через веб-сайт, как угодно, как удобно. Главная фотография, я всегда говорю вот так, вложить там, не знаю, 150-300 баксов, сделать хорошую фотографию, которая поднимет и CTR, и CVR, то есть и сколько на нас будет кликать, и сколько от нас будет покупать, ну, можно за полдня уже покрыть эту инвестицию у тех, которые есть в продаже. Это с опытом я вам говорю, поэтому это очень классный оффер, и воспользуйтесь. Валера, спасибо. До следующего раза. Спасибо. До встречи.